Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 839. События дня. Псалом 40, 12 стих. «Из того узнаешь, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною, а меня сохранишь в целости моей и поставишь перед лицом Твоим навеки». Интересно. Это за 1 апреля 2018 года. У нас вчера были гости где-то. Я говорю, я буду всем говорить, да вам никто не поверит, скажет, 1 апреля, просто все врут, 1 апреля не верят, ни раньше, ни позже. Так не 31 апреля, не 31 апреля, 1 апреля. Вот такое дело. Ни раньше, ни позже. Жизнь православной общины. Это на нашем живом журнале. Подготовка к святому истинному крещению займет много времени. Вообще же они досчитали. «Не засматривайся на красоту женскую и не походствуй на жену. Досада, стыд и большой срам, когда жена будет преобладать над своим мужем». Представь себе, досада, стыдно и большой срам. Вот так. Она, баба, куда-то сдвинется, а мужик должен за ней туда тянуться. Это абсолютно никак. То есть она, ну написано, куда иголка, туда нитка. Иголкой называется мужчина, а женщина, она-то ничего не понимает. Ничего. Она не понимает, стыд это отображается на детях, и на ней в вечности будет. Она не понимает это. «Сердце унылое, и лицо печальное, и рано сердечное, злая жена». Вот все в одном. Если же злая жена, а мужчина там, видишь, спился окончательно и все. «Опущенные руки и расслабленные колена. Жена, которая не осчастливит своего мужа». Руки опущенные, то есть ничего и делать неохота. «От жены начало греха, и через ее все мы умираем». Ничего себе. Смерть в юбке. «Не давай в воде выхода, ни злой жене власти». «Не давай ей, ну а как, если она такая за нее власть?» «Ну сам думай, как. Не женись тогда и живи один. Тряпка». «Не сиди среди женщин, ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукасто женское. Лучше злой мужчина, нежели ласковая женщина, которая стыдит до поношения». «Серахов, 25 глава, с 15 по 23 стих. И 42 глава, с 13 стих». «Это вот это все выставил, они там о женщинах разговаривали, и выставил это Виталий Калиников. Он не сказал это, он взял нашего материала о семье. Прямо по порядку списал, ему искать не надо было бы». «Ефтушенко Сергей, Виталий, извините, но первое видео начинается с мата и продолжается личинками детьми. Такие вещи никто всерьез не будет воспринимать». «Это об одном говорят человеке, якобы священник он и разошелся, а теперь детям ультиматуму ставить, тоже неправильно». «Я не в укор вам говорю, не подумайте так, просто очень слух режет». «Виталий Калиников, фильтрануть надо, но суть мощная, розовые очки в дребезги». «Виталий Калиников, я автора попросил убрать матерные слова из лексиона, и он внял мне. Однажды я ему написал об Игнатии Тихоновиче, после он разместил ролик с канала «Во свете Библии». «Ефтушенко Сергей, как же приятно слушать Игната Тихоновича, как глоток воды чистой, прохладной». «Марина Сергеева, спаси Господи за все всех вас, кто молился и молится еще за Людмилу. Господь все управил, всю ночь стояла в храме и наутро архиерейскую службу отстояла, потом отпели». «Это вот с одной рукой была Сергеева Марина, и там больная была, и она умерла». «Всю ночь мы вдвоем читали Псалтирь, слава Богу. Господь дал сил еще и работать целый день. Милость Господа нашего Иисуса Христа да будет с вами». «Спаси Христос». «Ахат Шиф». «Известные подкаблучники, которых знают Сократ, Авраам, Линкольн». «Да это Авраам Линкольн, это как? Пащенко отдельно, Володя». «Авраам Линкольн». «А кто такой?» «Не знаю». «Надо знать, американский президент все-таки. Все-таки такое они приняли, там где-то война была, выиграли». «Сальвадор Далли», «Иван Тургенев», «Марк Твен», «Михаил Горбачев», «Джонни Депп», «Брэд Питт». «Все мужья Пугачевой и большинство еврейских союзов». «Список можно продолжать». «Алексей Федосов». «Меня предало второго оленяка, которых я считал лучшими друзьями. Почему?» «Потому что сам оленем был, пока гром не грянул. Перенес сильнейшую депрессию. Еле оправился». «Похоже та, что жена изменила ее вот отсюда». «Прозрение через гной, кишки и кровь». «Тяжело, но это стоит того. Слушайте этого деда и Дизлаева». «Все, все ладно. Ну как называют дедом? Ну почему-то никак не соглашаюсь». «Алекс Мэн какой-то там. Респект мудрому старцу. Мы многие еще в советские времена понимали, что в семейных отношениях что-то не так. Только сформулировать это не могли. Только с появлением блогеров мужского движения все становится по местам. Многие события прошлого проясняются. Их событийная логика становится очень четкой и ясной». «Сергей Котов. Миссионер Томской епархии Максим Степаненко. Объигнать Тихно Щелапкины. Рекомендую всем православным к просмотру». «Надо узнать, что такое-то. На что ссылается, я даже не знаю. Там нажми, там «Контур» убьет. Одну, а я здесь нажму. Подними. «Контур» держи. Ну все. Вот теперь. Это он пророче стал. Ну давай. Что он тут пишет? «Чем мне интересен Игнатий Лапкин и почему его убьют, если он не образумится?» «Не образумится. А другие мысли будут. То убьют. Вот так». «Часть вторая. Чем мне интересен Игнать Тихно Щелапкин?» «То есть первая где-то у него часть». «Вторая статья в защиту и обличение Игнать Тихно Щелапкина. Чем мне интересен Игнать Тихно Щелапкин?» «Так. И что тут?» «Ну это под фотографиями, где что находится. Ну, 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 ну. «Ну это по скайпу вы беседовали». «Ну так а тогда ничего и нету. Или есть что-то? Что тут пишет?» «Исповедник Веры, отсидевший в советское время четыре раза в СИЗО и один раз в колонии. С его удивительной биографией этого периода можно ознакомиться в книге «Для Слова Божия нет вуз». В СИЗО и колонии умудрялся не только по много часов молиться, читать Священное Писание, но и проповедовать заключенным и охранникам. «Достойный опыт пребывания в вузах весьма будет полезен для христиан последних времен». «Фотография, да». «Человек с большой ревностью о вере и ее чистоте. Вышел из семьи старообрядцев без поповцев. Потом обратился к православию. От юности с его слов избежал смертных пороков. «Проповедник и миссионер с большим опытом лекторской работы и миссионерских акций. Тысячи выступлений в вузах, различных государственных учреждениях, правоохранительных органах, тюрьмах. Миссионер, который смог организовать неоднократные миссионерские поездки через всю Россию и Европу. Про бесчетные миссионерские проповеди на улице, раздачу Евангелий и говорить не приходится». «Аскет. По примеру царя Давида, семикратно в день прославляя тебя засудит правды твоей». Псалом 118, 164 стих. «Семикратно встает на молитву в течение дня. Полвека не ест мясо. Особенно чурает со свинины. Не пьет алкоголь, чай, кофе. Кофе для того, чтобы не подать соблазнам мусульманам и различным сектантам. «И потому, если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего». 1 Коринфянам 8, 13. «Спит не более пяти часов в сутки. Часто этого меньше. По молодости, бывало, сон урезал до двух-трех часов. Жена уже давно живет в другой половине дома, с отдельным входом. Предельно скромно. Точнее, как сущий бомж». «Одевается и живет в весьма скромных условиях. При этом и немалые пожертвования тратит на помощь нуждающимся. Миссию – организацию ежегодного летнего детского православного лагеря и развития деревни Потеряевки». «Это благодарственное письмо. Это батюшка тут помогал, отгорел храм. И что?» «Человек невероятного трудолюбия и деятельной активности. Трудоголик. Человек-батарейка». «Еще себя зарядил. Уже в Советское тратил 9 из 10 своего заработка на проповедь про православие. Для того, что можно было организовать бесплатную раздачу тысяч и тысяч магнитофонных записей верующим в жития святых, творениями святителя Иоанна Златоуста. На официальной работе выдавал как минимум 200% нормы выработки. Работал на стройке. После работы клал печи и тому подобное». «Это грамота. Что он написал тут?» «Главному редактору русской народной линии Степанову». «Уважаемый Анатолий Дмитриевич, в ответ на ваше письмо о деятельности Игная Тихоныча Лапкина сообщаем следующее. Игная Тихоныч Лапкин состоит в молитвенно-каноническом общении с православной церковью через Барнаульскую епархию, как обычный мирянин. Он ревностный православный христианин, проповедник и исповедник. Догматических и канонических нарушений у него не установлено. Под церковным судом не состоит. Как обыкновенный гражданин он имеет право на организацию лагеря и иную законную общественную деятельность. А эту сторону деятельности регулирует совесть и соответствующие органы государственной власти. Иная Тихоныч Лапкин – человек твердых убеждений, пожилой, что требует уважительного отношения к нему. С уважением, Сергей, митрополит Барнаульский-Алтайский, глава Алтайской митрополии. Ответ митрополита. Барнаульский-Алтайский Сергей Иванников главному редактору портала «Русская народная линия» Анатолию Степанову. А Игнатия и Лапкине. Если бы все наши архипастры защищали своих, как этот митрополит чужих. Человек большой эрудиции ума и памяти. Наизусть знает значительные отрывки священного писания с указанием глав и стихов, а также творения святых отцов. Апологет с положительным опытом обращения людей из сект, жизни, в маловерии и грехах. Под его влиянием обратилось немало сектантов. Некоторые же даже стали православными священниками. Человек с полувековым, точнее 44 года, опытом организации детского православного трудового лагеря. Кто хоть раз организовал детский лагерь, даже на неделю, понимает, какое напряжение и организаторские таланты это требует. Его лагерь с первых лет обозначенный как православный, начал действовать еще в советские времена. И несмотря на титанические усилия власти и СМИ, и в советское время, и при нашей демократии, лагерь до сих пор не был закрыт и запрещен. Педагог с интересным, заслуживающим внимания, педагогическим опытом воспитания детей. Написал почти 40 томов книг. В основном это ответы на многочисленные вопросы, задаваемые людьми во время его лекций в вузах и тому подобное. А также это его проповеди стихи. Написал симфонию на жития святых, симфонию на каноны православной церкви, симфонию на неканонические книги Ветхого Завета. Смог найти денег и издать эти книги, что тоже немаловажный факт. Книги Инатья Тихоновича Лапкина о переднем плане в красном переплете издания Нового Завета с толкованиями Феофилакта Болгарского. Издание оформлено сотнями гравюр Густава Даре, выполненном в цвете. Создал два сайта и популярный видеоканал. Его видеобеседы в десятки раз более интересны людям, чем проповеди беседы многих священников и даже митрополитов. И уж тем более видеобеседы куда более интересны, чем видеопроповеди и евангельские беседы его критиков. Видеоканал открытым оком. Только я откнул, сейчас это перейдет. Ну тут понятно, форум. Форум Игнатия Лапкина, православный библейский сайт в Освете Библии. Конечно, оговорюсь, все это сделано и делается не без помощи друзей единомышленников. Стоял у истоков восстановления деревни Потеряевка и двух православных общин, живущих определенным религиозно-аскетическим укладом жизни. В общинах братьев Лапкиных, их окромляет протеерей и Аким, сложился уклад, который не может не привлекать внимание христиан, ревнующих о благочестии, верности былым православным традициям и канонам. Братья Игнатия и Аким Лапкины Взрослые люди, желающие креститься, проходят оглашение около трех лет. При этом они обязаны прослушать более 500 часов огласительных бесед, присутствовать все это время на литургии оглашенных и после соответствующего возгласа покинуть храм. Крещение происходит только после того, как человек пройдет указанное оглашение, затем испытание своей веры и получит рекомендации от приходского совета. Крестят раз в год, в Потеряевке троекратное полное погружение. После литургии, где оглашенные стоят в храме, только до возгласа оглашенные и зыдите, вся община идет крестным ходом до пруда, где под общую молитву и радость люди принимают крещение. Он сам принял тут крещение, вот это было для всех. Он был как руководитель миссионерского отдела Томской епархии. Братья Лапкины полагают, что если крещение было совершено кроплением или мочением в нарушении древней светоотеческой нормы троекратного полного погружения, да еще и замзду типа пожертвования, то такое крещение нужно воспринимать как несовершившееся и таковых людей нужно крестить правильно. К слову сказать, такого же мнения придерживаться и святитель Лука Война-Ясенецкий. Что тут? Увещание о правильном и достойном совершении величайшего и святейшего таинства крещения. Из официальных архиерейских указов святитель Лука Война-Ясенецкий. Вот оно где у нас на берегу стоят, это походить надо, креститься как. Вот жена Андрусенко Светлана, это Иоанна. Так, крещение. Крещение протоиереем, протоиерей Иоаким Лапкин совершает только полным троекратным погружением. Могу с горечью константировать. Константировать. Где-то буквы нашли. Константировать. Константировать. Какой радости торжества и переживания лишили и лишают до сих пор священники русской православной церкви крещениями. В кавычках. Русских краплением. В тихую, без участия. В тихую, без участия. В тихую, без участия всей общины. Без оглашения и испытания веры. На приходах нет никакой мзды за совершение таинств и треб. Все прихожане обязаны платить десятину. Даже свечи они делают сами и ставят бесплатно каждый по своему усмотрению. Впрочем, десятина делает бессмысленной глупое при наличии электрического священия копчение храма свечами. Торговля свечами не является источником дохода священника. Строго соблюдаются канонические прещения, эпитимии, согрешившим. Например, согрешившие блудом, убившие абортами детей, отлучаются от причастия на 10 лет, второбрачный на год и так далее. На литургию в храме Анфимия Некомендийского, по селе Потеряевка. Есть строгие требования к внешнему виду. Мужчинам запрещается бриться и даже постригать бороду. Все обязаны быть подпоясанными. Женщины и девочки в двойных платках. В двойных платках, полностью закрывающие волоса, в длинных юбках, чей подол не должен быть выше 10 см от пола. Верующие обязаны собираться как минимум за 7 минут до начала богослужения, после чего все 7 минут стоят молча, готовясь к молитве. Ходить и разговаривать во время богослужения запрещено. Мужчины стоят на правой половине, женщины на левой половине храма. Лично видел, как стоят взрослые и дети в храме. Это невероятно. Но дети от мала до велика, и местные Потеряевские, и дети из детского лагеря, выставили молча, стоя на одном месте, все вечернее субботнее богослужение. В сравнении с этим, поведение взрослых и детей в наших храмах, мирового плота, в кавычках, православия, это бесчинное хождение зверей со своими детенышами по закону в зоопарке. Про то, что основная масса детей и младенцев приводится родителям за 5 минут до начала причастия, про то, что поповские дети во время чтения Евангелия и Херувимска играют в снежки на улице, «Могу только плакать». В другой день на литургии в Потеряевке стояла с самого начала мать с грудным младенцем на руках. Этот младенец только один раз пикнул на 2 секунды. Пискнул. Пискнул. Как они зомбируют детей, не понимая. И делают это все люди, думаются мне, потому что имеют страх Божий. Начало мудрости – страх Господень. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Псалом 110, 10 стих. Начало премудрости – бояться Бога, и с верными она образуется вместе в очреве. Сираху 1, 15. Это точно. Это страх Божий дает Господь. Начало большой верности Богу начинается в верности в малом. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Луки 16, 10. Вот стоят, молятся, видно, как одетые люди. Вот я в красной рубахе, это на Пасху. Митрополит Сергий. А это приехали хористки, все переоделись в один день, и никто ничего до оплатка. Ребята все подпоясанные, семинаристы. Московского патриархата. Митрополит Барнаульский Сергий Иванников в общине в Потеряевке. Только в 2015 году он служил в литургии в Потеряевке, с сектантами и еретиками, два раза в мае и сентябре. Вместо проповеди священника часто читается святитель Иоанн Златоуст и иногда другие отцы церкви. После окончания воскресной литургии практически все собираются для чтения Евангелия или апостольских посланий, с последующим толкованием блаженного ферфилакта Болгарского. Конечно, свое слово вставляет Игнатий Лапкин. Володя посередке сидит. Пащенко. Виктор. После и дургии общины изучают священное писание в толковании ферфилакта Болгарского. Не только те, кто пропускает богослужения, но и опоздавшие. Опаздывающие. Опаздывающие, да. Обязаны писать объяснительную. По моему мнению, общины братьев Лапкиных в своем укладе жизни и богослужения наиболее полно соответствуют тому порядку, который, могу предположить, имел место в период наивысшего литургического, богословского, канонического, проповеднического и миссионерского развития в православной церкви во времена Василия Великого и Иоанна Златоуста. Вот так. Немало из того, что Лапкину делалось и делается, мною много еще неведомо и неупомянуто. Впрочем, уже этого достаточно, чтобы у читателей сложилась полная картина о талантах и, самое главное, о делах этого проповедника. Для меня очевидно, что на нем рука Божия. Не зная еще таких людей, обладающих такой совокупностью талантов, не зная священников, преподавателей Томской духовной семинарии, которые умеют делать и делают хотя бы 20% от того, что делал и делает Игнать Ихныч Лапкин. Для меня он – это человек, у которого можно и нужно учиться. Полностью согласен с мнением про дирекона Андрея Кураева. Ну, он тут говорит, я не знаю, он коротенький, а можно даже послушать, что. Что он тут говорит? Дай. Стало серьезно, когда я познакомился с трудами самого выдающегося для современного миссионера. Наверное, вы даже не слышали его имени. И, может быть, это и хорошо. Да, как вы думаете, кто самый выдающийся для современного миссионера в России? Из ныне живущих. Из ныне живущих. Игнатий Лапкин. Думаю, что ты слышал это имя, нет? Он живет в Барнауле, в Барнауле, в Сибири. Знаете, на мой взгляд, я ему очень завидую. Он не на пути, но человек... Это человек совершенно безбашенный, свободный. Это такая шуткая смесь вактиста и старообрядца. По взгляду. Он так краешком Бока имеет отношение к московской патриархии. Он там староста общины местной зарубежной церкви. Кажется, епископ Евтихий – это его брат. У него томов 15 таких изданы. Он очень маленький террористов, кое-что в интернете есть. Ответы на вопросы, полкования, писания и так далее. Часто он разбирает вопрос, я о причинах и так далее. О клятвах и прочее. О служении и преимуществах массу цитатов из отцов, с житийной литературы. Он очень значительный человек. С чем-то я не могу, у него со мной не согласиться не могу. Он тоже меня поносит по всем почкам. Но у него много очень серьезных вещей. Вот именно вдруг он актуализирует такие пласты. Опять же не столько его мысли, какие-то там цитаты из писания, из отцов. Летимит о том, что мы пришли забыть. А он это правильно, это ведь есть в нашем предыдущем. И нельзя это просто так взять и объехать на осле. На кривую капельку. В частности, я помню, меня поразило, на десятках стран есть подборка текстов. Против расчленения мощей. Святые отцы, там сколько были введения, когда свои требовали не вытаскивать тебя из могилы, не расчленяйте и так далее. У нас к этому более чем спокойно сейчас относятся. До нанотехнологий, по-моему, скоро дойдем в расщепление мощей. Чтобы в каждом храме, в каждом христианском доме был полный комплект всех святых. В общем, посмотрите, через интернет хотят, давать подписку на согласие со всем, что говорить, не надо, но хорошая гимнастика для ума и христианской совести гарантирована, как братская душа. Это гарантированно. И знаете, Лапкин, да. Лапкин, да. Я бывал у него в храме, там, жесткие порядки. То есть ходить только в русских одеждах. Никих там джинсах, пиджачков, галстуков нет. Прийти в храм за 15-м, начало службы. Потом двери закрываются, никого не пузыгали. То есть, чтобы все, что я служу, чтобы пустала. Согласно, какая-то удивительная смесь старообрядчества и баптизм. Такое пиетет к описанию и такое знание описания и настолько оплевать. Оно оплевать, потому что какой-то собор с него разрешил. Опять, почему мы сейчас собором. Это описание, а не кем-то собором прикрывать свою совесть и так далее. Вот поэтому, а где-то баптисты, а где-то старообрядки. Это очень необычная смесь. И уж понятно, что решение наших синодов, это именно лесом, лесом полем и еще дальше что-то называем. Расписание не так, или там современные соборные решения исполнять и все. Ну, в общем-то. Нет, он из вас старство не священ. Барнаул. На Алтае. Благодарное место. Вот мы говорим, я вот, знаете, я его зову, потому что это свободный человек. Вот ему плевать, что про него скажут. Вот мне все-таки не плевать еще, да? А что ж таки не мать никого? Ну а что, Владыка, такое-то скажет? Как это так зовется? Что эти? Я считаю, что так, значит, я скажу, что-нибудь не будет, что будет. Вот это вот взял отрывок такой. Дальше что тут? Не удивлен я искреннему братскому прощанию митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия Иванникова с Игнатием Лапкиным. Запись от 16 сентября 2015 года. Вот оно. Вы думаете, что он обличает только наших попов и архиереев? Он обличает каждого слушающего его, и прежде всего меня самого, ибо слушают его мои уши, читают его книги мои глаза. В этом году 1 ноября исполнилось 15 лет, как я начал служить миссионером в церкви, оставив светскую работу в университете. Все эти года мое служение мирно сосуществовало со многими моими грехами и страстями, немало линию, ропотом на тяжелую долю. Ни проповеди профессора Алексея Ильича Осипова, ни беседы отца Дмитрия Смирнова, ни лекции диакона Андрея Кураева, ни проповеди наших священников не привели у меня в душе к такому обличению. И самое главное, к решительной искоренить страсти, грехи, лень и свою некомпетентность по многим вопросам в самом себе. После моей поездки в Потеряевку и принятия троекратного полного погружения произошли в моей личной религиозной жизни и в жизни моей семьи заметные благоприятные изменения. Как я могу ненавидеть и критиковать в духе сам дурак моего обличителя? Самый лучший друг для человека именно его обличитель. Ибо ни ласки и комплименты друзей, ни молчание в духе «Всех люблю, никого не осуждаю» не приводят к покаянию и изменению человека, а обличение. Слушай все совета и принимай обличение, чтобы сделать тебе впоследствии мудрым. Притча 19.20 Слава Иисусу Христу! Ненавидящий обличение идет по следам грешника, а боящийся Господа обратится сердцем. Сираха 21.7 Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинения согласно желанию своему. Сираха 32.19 Пусть наказывает меня праведник – это милость. Пусть обличает меня – это лучший илий, который не повредит голове моей. Псалом 140.5 стих Смотрю на деревенского старика, человек с высшими образованиями, кандидатской степенью, обличенный должностью. Почему не делаю всего того, что делает этот старик? Мне стыдно за свою лень, лукавство, отсутствие организаторских способностей. Как хорошо обличенному показать раскаяние? Сираха 20.2 Не скрою, мне требовалось немало времени, чтобы принять в себе лапкиновские обличения. Тяжело удавалось принятие правды о себе самом. Считаю, что Игнать Тихонович Лапкин – самый лучший друг для Русской Православной Церкви, ибо своими обличениями он приносит нам большую пользу. Вынужден констатировать, что за 25 лет немало архиереев и священников превратились в самоуверенных и лицемерных наемников-плодык, потерявших всякий страх Божий. И это, очевидно, не только для одного партнедиакона Андрея Кураева. Другой вопрос. К чему, в конце концов, эти обличения приведут у самого Игнатия Тихоновича Лапкина? Ну да, тут он еще маленько, чуть-чуть досчитать может. Слова апостола Павла в равной степени относятся и к Лапкину, и к нам, недовольным его обличением. Итак, неизвинительен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждая себя, потому что судя другого, делаешь то же. А мы знаем, что поистине есть суд Божий, наделающий такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда Божия, осуждая делающих такие дела, и сам делая то же? Или пренебрегаешь богатством благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения правильного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покараются истине, но предаются неправде, ярость и гнев, скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, потом и елина, напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудеи, потом и елину, ибо нет лицеприятия у Бога, евреям 2 глава с 1 по 11 стих. Видите, сколько вот мы прочитали, заглянули, что там сказано, где указано. Ну и вот дальше опять продолжим немножко. Это вот здесь, рекомендую православным к просмотру. Также рекомендую всем православным к просмотру и прочтению материала Максима Степаненко. Ну и дальше показывать. Поверьте, братья, там найдете очень много интересных материалов. Он очень интересно пишет, и у него знания большие. Виталий Калинников. Ну еще тут надо нас дать на нашу. Инать Тихонович Лапкин, исповедник веры, миссионер, староста христианской православной общины. В советское время еще шороху наводил, в кавычках. Был у него проект миссионерский, магнитофонизация СССР. Начитывал своим голосом Библию, святых отцов, архипелаг, гулаг, Солженицына. Комуняги зашипели, красные попы оклеветали и посадили его. Но его узы за Христа сделали адамантом веры, златоуст из Потеряевки. Глаз вопиющего в пустыне или второе крещение Руси. Миссионер Диакон Андрей Кураев, а лапкинг Игнать Тихоновича. Хороший мужчина, он очень много озвучил книг, в том числе и архипелаг Гулаг. Я слушал, и был ему благодарен. И он очень начитанный и разумный человек, с здравым суждением. Четко все сказал. Ильдар Нурумов. Инатий Лапкин, колоритный старец из Барнаула. Просто МДшник. У него огромный канал на ютубе. Есть более 3000 видео. Пополняется ежедневно на 5-10 видео. Более... 10400, а не 3000. Уменьшил в три раза. Дим Вес. Лютый дед. Таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить. А не руки ремнями вязать. И никак уж не вытрезвитель сдавать. Саша Заяц. Смотрел это видео? У этого деда есть еще более интересное видео. Где объясняется, каким мужчинам тянутся женщины. Десливи. Уверен, что ты оценишь и тебе понравится это видео. Виталий Калинников. Роман Загулин. Какой Загулин? Дед молодец. Вот это правильная жизненная концепция. Потому что у него отец был правильный. Дмитрий Чалов. Дед жизнь прожил. Говорит правильно. На себе всю бабью пакость испытал. В молодости вряд ли он так рассуждал. Мен миссион. Мужская миссия. Хорошо дед нарезал. Все по слову Божьему. Без примесей. Дай Бог нам сломить этот дух и из-за вели феминизма в наших семьях. Андрей Григорьев. Адам и Ева поняли, что им было запрещено есть фрукты с этого дерева. Но Адам был человеком, и человек имеет свойство забывать. Его сердце изменяется, и его воля слабеет. Им близ Люцифер. Собрал всю зависть, которая была в нем, и воспользовался человечностью Адама, чтобы применить его в своих целях. Он начал нашептывать ему день ото дня, уговаривая его, давай я приведу тебе к дереву бессмертия или вечного королевства. Сура. Ограды. 20 ята. Название Суры, главы этой в Коране так называются. Ограды. Сатана стал наущать их, чтобы обнажить их с равные места, которые были сокрыты от них. Он сказал им, Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными. Сура. Ограды. 25 ята. Он поклялся им. Воистину я для вас искренний доброжелатель. Ник. Никер какой-то. Стариста, я смотрю, пришел в жизни к успеху. На данный факт четко намекает желтый цвет на квадратах его рубахи, которые первоначально были белыми. Что такое? Бороду смотрят у меня, говорит, и увидели крест в бороде. А другой говорит, Тарас, это, ну и правда я стал смотреть и правда. Он говорит, говорит, а сзади ангел стоит. Да у меня конура у собаки лучше выглядит, чем его хибара. Настоящий знаток. Сигизмуд Рубештейн. Супер дед. Вот на таких равняться стоит. Если честно, я таких даже припомнить не могу в своем окружении с детства. Чего же удивляться, что у нас целый полчища баба рабов. Александр Руд. Николай Второй не был подкаблучником. И все он прекрасно понимал в войне. Но не виноват он, что его предали все, включая духовенство. Кроме того, по характеру он был скорее домашним тираном. Хорошая кличка. Виталий Калиников. Егор Петров. Мудрый старец. Упоминая Адама и Еву, не сказал про третьего персонажа змея, без которого у Евы не хватило бы ума ослушаться. А знаете, почему старец не упомянул про змея? Потому что змей в святых писаниях олицетворяет сатану. Наличие сатаны доказывает наличие Бога. Готовы ли вы, братцы, признать наличие Бога? Вот. Деду тоже засомневался, готовы ли вы. Виталий Калиников. Роман Рагулин. Дед молодец. Вот это правильная жизненная концепция. Потому что у него отец был правильный. Она тоже повторяется. Да, да, повторяется, да. А что она повторяется, почему? Не знаю. Ну вот интересно, а как это? Так, Андрей Рогачевский. И что? И что? Патриарх этого не видит? Культ матери какой-то показывает, что колдуны там собираются, и где-то в храме Христа Спасителя, там где какое помещение есть. Или в одной упряжке? О сатане или в конец? Господи помилуй. Евтушенко Сергей. Похоже, просто на дележку денег. Андрей Рогачевский. Деньги без собрания поделили бы. Здесь намного глубже. Евтушенко Сергей. Да нет, все делается через госкормушку. Если кто-то говорит о политике, то здесь замешаны огромные деньги. А тут явно политическая акция. Рекламу они себе хорошую сделали. Да еще и эти люди, которые им оппонировали, создали мини-скандал, который только подогревает к этим дурочкам интерес. Дурочкам? Дурочкам. Андрей Рогачевский. Думаю, что там далеко не дурочки. Евтушенко Сергей. Пишут книги, продают продукты, проводят платные семинары, продают тренинги. Очевидно, кто-то из своих у нее есть и в правительстве Москвы. Отсюда и рекламная акция. А то, что она говорит о Путине, это не значит, что Путин вообще знает о ее существовании. Простая рекламная акция. А дурочки они и есть дурочки. Им какая разница? Как деньги зарабатывают? Гусейнов Рустам. В этом и есть простая сельмяжная истина. Проблема славянского мужчины. Подкаблучника, который во всем угождает женщинам и прикрывает прелюбодеек. Сами прелюбодеи и живут, как свиньи в хлеву. При всем при этом прикрываются церковью. Да если бы вы были хотя бы как мусульмане, эти бы проститутки, которые говорят про культ материнства, даже не зачались бы. А так сами со шлюхами живете и другим порядочным людям отбросы оставляете. Сначала человеком встань, а потом иди в церковь. А так не церковь, а стадо баранов и свиней. Сидеть и слизывать блювотину шалавок и скульптоматеринства в чате зачем? С женщиной нужно обращаться, как с немощным сосудом. Так в Евангелии сказано. А дело по ранджу, под стол и не дышать. Марина Хэ. Инат Тихонович, мир вам. Мне необходимо поправиться. Я ранее писала, что Полине 12 лет. Это я по невнимательности ошиблась. 7 ноября 2017 года ей исполнилось 11 лет. Интересный факт. Мой папа и бывшая свекровь тоже родились 7 ноября и оба в 1958 году. Игнатий Лапкин. А нас в семье было 5 сестер и 5 братьев. Все от одного отца Тихона и от одной матери Марии. И вот последняя моя сестра Марфа родилась ровно на 20 лет позже. Я родился 10 июня 1939 года. А Марфа 10 июня 1959 года. Марина Хэ. Вы самый старший, а она самая младшая? Мне кажется, случайность и не случайность. Иннатий Лапкин. Нет, старший из детей Самуил с 1934 года. Отец Тихон Дмитриевич родился в 1910 году. Без левой руки вернулся с фронта в Вов. В Великой Отечественной войны. А мама Мария Егоровна родилась в 1912 году. Нас было вообще 12 детей. Но двое, Дий и Лавр, умерли в Младечестве. Какие имена были даны еще? За мной идет Яаким 1944 года. Он протеерей на наши две общины. Живет в Потеряевке. У девы Марии Богородицы отец был Яаким. То есть по паспорту она была бы Мария Яакимовна. Марина. По роликам видно, какое у вас теплое общение между собой. И даже с Павлом вы общались с великой любовью. Невольно сам пропитываешься этим милосердием, добротой и понимаешь, что значит носить немощи друг друг друга. Да благосыт Господь всю вашу семью и общины. Юрий Соболев. Мир вам, Игнает Тихонович. Как ответить во свете Святой Библии на такой вопрос? Все ли церкви, имеющие апостерское преемство, святые и догматические и обрядовые особенности, относить к заблуждениям или все же к ересам? Соответственно, у всякого ли священника таких церквей законно рукоположенного и незапрещенного можно благословляться или нет? Игнатий Лапкин. Главное, не противоречие нигде и не в едином слове Святой Библии в понимании толкования Святой Апостольской Церкви до ее разделения на Запад и Восток. Никеево-Цареградский символ веры. Книга правил, соборов, до разделения принятых совместно. О заблуждении или ереси тут голос Церкви должен решать, а не тупой, засушенный старообрядец. Валентина Сортисон. Мир вам! Рустам, с тобой согласна на сто процентов. Поскольку сама являюсь женщиной, то уже находясь на пороге вечности, хорошо понимаю и осознаю то, что в нас столько этой закваски самости и непослушания, что до конца дней наших не изжить. И я сейчас благодарна мужу своему, что он меня всю жизнь перетирал на мелкое. Он простой, малограмотный мужик, но у него в подкорке уже заложено Богом то, что он мужик. Евгений Трапко. Киприан и прочие брату Стефану желает здоровья. С четвертого века выписал. Чтобы привезти в порядок и обсудить общим соборным исследованием некоторые дела, мы пошли нужным. Возлюбленнейший брат, собравший воедино многих священников, созвать и открыть собор, на котором многое обсуждено и порешено. Желаем тебе, возлюбленнейший брат, всегда здравствовать. Начало и конец письма епископа Каприана Карфагенского к Папе Римскому в 3 веке. Обратите внимание на форму обращения в письме. Епископ Киприан называет Папу Римского по нашему патриарху Московской всей Руси таким же братом или же возлюбленнейшим братом, но никак не святейшим братом или же его святейшему, святейшему патриарху. Где евангельская форма обращения к епископату и самому патриарху? Ведь он такой же брат для нас во Христе. К апостолу обращались брат Павел. Патриарх Кирилл стал выше апостола Павла. Почему к патриарху нельзя обратиться? Брат Кирилл или же возлюбленнейший брат Кирилл? Ну никак. Ну никак не святейший брат. Да и святейшим братом Кирилла мы тоже не можем назвать. Его святейшество язык заплетается во всем этом неевангельском, самосвятейшестве. Юрий Соболев. Благодарю за ответ Игнать Тихонович. Спаси Христос. Вера М. Игнать Тихонович, мир вам. Игнать Тихонович, помолитесь обо мне. Мне очень тяжело. Хотела выйти с вами в скайп, но боюсь, что разревусь. Я стала верить в живого Господа, в слово его и жить по слову и так далее. И мои родственники меня такой не принимают. Говорят, что либо все, кто попала, либо сошла с ума. Но жить, как раньше, я уже не смогу. Знакомые стороной держатся. В храме косятся. В общем, со всех сторон моей жизни люди смотрят на меня, как на инопланетянку. Помолитесь. Игнатий Лапкин. Иоанна 15.20. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха. А теперь не имеют извинения во грехе своем. Иоанн Горатьяна 16.33 Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь. Я победил мир. Михея 7.6 Ибо сын позорит отца. Дочь восстает против матери. Невестка против свекрови своей. Враги человеку домашней его. Матфея 10.36 И враги человеку домашней его. 1 Иоанна 2.15 Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, кто нет любви отчей. Это я и написал. Утешение. Встречу испросили казахи. Знакомство и встреча на завтра. Владимир Г. Понравилось, как вы проповедовали в селе Коробейники. Блаженны вы, когда вас будут гнать за имя мое. Господь да укрепит вас и да сохранит для царствия своего. Ни шагу назад. Это я и все утешение, места писания даю. Ее вера звать. То есть это к первому не относится. Это относится, как раз относится к этой вере, которую она писала. Трудно она, боялась, что разревусь, если позвоню. Нет, а вот это Коробейники. Блаженны вы. Вот она поставили там название ролика. 1 Коринфянам 10.13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Сергей Пар. Написал сегодня Александр Адрусенко. Приветствую тебя, брат. Просматриваю твои последние ролики и вижу, что ты перестал писать рядом со своим именем православный. Ты это осознанно сделал или просто так? Как посоветуете, общаться ли с ним? Он стал мне очень неприятен. Игнатий Лапкин. Не общаться пока. Он пьет смертельную заразу захлеб. С самыми злодейскими и гнусными типами целуется. Марина Х. Игнатий Тихонович. Мир вам. Сейчас с Полиной шли из храма, нашли пораженного голубенка. Пораненного. Пораненного голубенка. Принесли его домой. Подскажите, чем мы можем ему помочь? Может, накормить как-то или обработать раны? О. Игнатий Лапкин. Нужно по месту смотреть. Попробуйте и то, и другое сделать. Дальше Ксения Юрова три поставила ролика. По материалам форума во свете Библии тема монашества. Валентина Сортисон. Спаси Христос. Мы только что прибыли с вечернего богослужения. Три часа длилось. Отличное песнопение. Троп, тропари, стихиры и канун о Христе, вошедшем в Иерусалим на жеребятие. Всех с праздником! Борис, 1952. Господь пришел на землю не за тем, чтобы царствовать по-человечески. Он пришел на землю, чтобы принести Царствие Божие, Царство над душами. Не величие праха земного, а величие нетления и бессмертия. Именно так мы воспринимаем вход Господа в Иерусалим, как символ торжества Его Царства, торжества Его правды на земле, торжества любви и добродетели, которые Он принес. Наши безразличия, слабоверие, непонимание, наша духовная незрелость, наши грехи и отступления от правды Божьей, нарушения заповедей Божьих делают нас подобными тем жителям Иерусалима, которые не хотели слушать Христа или же встречались с завистью в чьих-то сердцах Его Слово, порождали только злобу и желание его уничтожить. Дай нам Бог силы не разделить злой участи с теми, кто через несколько дней вопиял. Распни его. Постараемся очистить себя от ненависти, зависти, злоречия, хулы и ссор, чтобы нам достойно праздновать День Господень, Пасху. Всех с праздником! Анастасия Евгений, у тебя есть возможность отпраздновать с пальмовыми ветвями? А мы вот с котиками, вербой. Валентина Сортисон И мы с вербочками. Но однажды был такой случай, что батюшка заказывал и нам прислали настоящие пальмовые ветви из Израиля. Гусейна Фрустам С праздником всех! Слава Христу! Елена А мы тоже с пальмовыми веточками и с оливками. Нету вербочек. С праздником вас! Мир вам! Евгений Трапко Все верно. В оригинале это пальмовое воскресенье, а не вербное. Католики тут в Израиле тоже с пальмовыми ветвями отмечают. Наталья Усатая С праздником всех! Спаси Христос! Это непонятно вообще, кто такой. Артур Артур. Добрый вам вечер! Я всегда молюсь Бога за вас, Артуру из Армении. Завтра, когда вам удобно, звоните. Когда вам удобно звонить? Удобно, да. Инатий Лапкин. В 12 на 0 по Москве. Полдень по нашему. Ну вот, видишь, как все. Теперь только показать еще коротко наши ресурсы. Вот, это мой мир. Вот 330 человек на форум пришло. Вчера такой день был. Ну, это наш православный видеоканал и во свете Библии. Ну, вот и все на сегодня. Сколько тут больше сейчас, наверное. 59 минут.